Всем привет! Добро пожаловать на канал Аква-Информация. Если это видео набирает 25 лайков, то мы с вами продолжаем серию о химических веществах в наших аквариумах. А сегодня мы с вами поговорим об аммиаке. Аммиак NH3. Это токсичное азотистое соединение образуется в аквариуме и способно убить всех наших любимцев. Либо послужить причиной их болезней. Он образуется в результате разложения органических веществ, а также как побочный продукт метаболизма рыб. Фактически большая часть аммиака выделяется жабрами рыб. Чем же опасен аммиак? Аммиак воздействует на жабры и кровь рыбы. И в результате рыба производит больше слизи, чтобы смягчить ожоги, вызванные аммиаком. Излишняя слизь забивает жабры и снижает способность рыбы поглощать кислород из воды. К тому же непосредственно аммиак токсичен и может снизить способность гемоглобина в крови рыб переносить кислород. В нормальных условиях, при хорошей фильтрации и правильной биологической среде, полезные бактерии в фильтрах используют аммиак в качестве источника энергии и перерабатывают его в нитрит. Затем другие бактерии, как мы знаем, перерабатывают нитриты в нитраты, которые, в свою очередь, необходимо удалять путем ежедневной частичной замены воды в аквариуме. Также, как мы знаем, нитраты поедают наши любимые растения. Так как аммиак в первую очередь влияет на жабры, первым симптомом является затруднение дыхания у наших обитателей. При этом рыба может либо хватать воздух с поверхности, где наибольшая концентрация кислорода, либо лежать у дна, пытаясь сохранить энергию, но при этом глубоко дыша. Также рыбы могут плотно прижимать плавники к туловищу, тереться о различные объекты в аквариуме, или, если ситуация запущенная, они могут чем-нибудь заболеть и даже умереть. Как определить, что в воде содержится аммиак? Все очень просто. Единственный способ определить содержание аммиака – это использовать тесты, из-за чего растет уровень содержания аммиака в нашем аквариуме. Во-первых, это новый аквариум с недостаточной популяцией полезных бактерий. Во-вторых, фильтры промыли под водопроводной водой в самом начале запуска, либо заменили старую фильтрующую среду. Меры по лечению заболеваний убили популяцию полезных бактерий в фильтре. Там есть чрезмерное кормление, перенеселение рыбой, недостаточная фильтрация, добавление слишком большого количества новых рыб за слишком короткий промежуток времени, разложение в аквариуме останков мертвой рыбы. Какой же уровень содержания аммиака является безопасным? А такого не существует, ребят. Не существует безопасного уровня содержания аммиака. Даже самое минимальное его содержание может стать большой проблемой. Необходимо провести проверки и определить причину возрастания содержания аммиака как можно скорее, и незамедлительно принять меры для его удаления, или как минимум для его разбавления. Что же нужно делать, когда мы нашли аммиак в нашей аквариумной воде? Нам надо небольшое расследование, чтобы определить, что именно пошло не так. Однако начать нужно с замены большей части воды. Также необходимо убедиться, что доливаемая в аквариум вода очищена от хлора и обладает теми же самыми свойствами, что и в аквариуме, то есть состав и температура. Если уровень содержания аммиака продолжается застать, необходимо контролировать его уровень с помощью, как всегда, тестов. Как сделать аммиак менее токсичным? Самый простой и быстрый способ – это частичная замена большей части воды аквариума на водопроводную очищенную. В принципе, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки.